За прошедшие сутки на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций и пожаров не зарегистрировано. 30 марта около 19 часов в поселке Нахамино по улице Карбышева было ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода. Результатом ДТП стала смерть пешехода, который от полученных травм скончался в больнице. В связи с выполнением ремонтных работ на сетях водопровода, связанных с утечкой воды, было отключение холодного водоснабжения в поселке Заводской микрорайона Апалиха и горячее водоснабжение по улице Вокзальная города Красногорска. Полностью восстановлено электроснабжение в поселке Нахамино по улицам Школьная, Новая, Красноармейская, Новая Лесная, Чкалова в связи с выходом из строя двух фидеров и последовательным отключением двух секций на подстанции. В деревне Козино из-за частичного повреждения кабельной линии было отключение электроснабжения. За истекшие сутки в службу 112 было обращение 537, из них пожарная служба 8, скорая медицинская помощь 91, полиция 47, газовая служба 2, прочие 389. Инспектор Госадмотехнадзора сегодня снова в Павшинской пойме. Цель визита – тотальная проверка улицы Бульваров. Выявляют нарушителей, которые паркуют свои автомобили на газонах, тротуарах и детских площадках. Искать долго не пришлось. За первые полчаса рейда – один нарушитель в минуту. Очень много поступает жалоб, как нам напрямую в Госамтехнадзор, так и в правительство и в Красногорскую администрацию. Значит, данное мероприятие направлено именно на предупреждение таких правонарушений, как стоянка автомобилей на газонах и на тротуарах. Дело в том, что люди, которые ставят на газонах, они их уничтожают. И те усилия, которые направлены администрацией на восстановление благоустройства в Павшинской пойме, они сводятся на нет. Потому что люди разъезжают газоны, портится травяной покров. То есть, фактически уничтожаются газоны. Вне штатные инспекторы, в свою очередь, оставляют автолюбителям памятки. В них ценна информация, сколько стоит парковка на зелёных насаждениях. И на основании чего ГАТН выписывает штраф, даже если водителя нет рядом с машиной. Сегодня в распоряжении службы и такой инструмент воздействия, как письма счастья. Если автолюбитель будет выявлен на месте, то составляется протокол. Составляется на месте. Если такого нет, значит мы тогда делаем это всё в автоматическом режиме. В данном случае идёт упрощённое административное производство, а в соответствии с кодексом административных правонарушений... КОНЕЦ В 2017 году Госадомтехнадзор получил полномочия по надзору за освещенностью территории. Об этом сообщила начальник областного ведомства Татьяна Витушева на прошедшей пресс-конференции. Наши коллеги из Министерства энергетики на сегодняшний день готовят, разрабатывают на основании ГОСТов некие нормы освещенности территории нашего региона. И мы, как только эти нормы будут готовы, будем по ним уже активно работать. Для того, чтобы измерять показатели освещенности двора, детской площадки, дороги или тротуары, необходимы люксметры и яркометры. Как отметила Витушева, уже 129 сотрудников службы прошли обучение по практическому применению этих приборов в Московском институте энергоэффективности и энергобезопасности. Почему встал этот вопрос? Дело в том, что сейчас люди жалуются на не просто неработающий фонарик. Как правило, фонари отдельно работают, не работают очень короткое время. Мы добились сейчас уже неплохих результатов, я о них чуть выше сказала. Сейчас люди говорят о том, что мало, допустим, одного фонаря. Они считают, что здесь должно их быть больше. Или улица освещена, но недостаточно. А другие говорят, что наоборот, слишком сильно освещенный двор, слишком яркая реклама мешает людям спать. То есть пошли вот такие жалобы. Ослик для Лизы – одна из многочисленных благотворительных акций «Недели добрых дел» Подмосковья. В память о Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем, в Музее техники Вадима Задорожного взрослые дети расписали акриловыми красками игрушечных осликов. Красногорск вливается в «Общую неделю добрых дел», которая организована Московской областью. И эта акция, которая посвящена удивительному человеку, человеку действительно, знаете, с каким-то внутренним светом и внутренним пониманием правильности жизни, как ее все называли, доктор Лиза. О докторе Лизе уже сегодня ходят легенды. И я надеюсь, что она будет жить в памяти людей долго-долго, потому что столько людей, сколько она спасла, сколько детей, сколько она спасла. Это, наверное, не по силу просто одной женщине. Необычным творчеством занялись в этот день не только школьники, но и звезды шоу-бизнеса, телеведущие, спортсмены, общественные деятели, руководители области и муниципалитета. Ослик – символ, любимое животное доктора Лизы. И каждый старался вложить в поделку частичку своей души, как дань светлому человеку. Это был очень добрый человек, очень справедливый, очень хороший человек. Мы всегда ее будем помнить. Ослика я нарисовал специально. Ну, во-первых, это тоже мое любимое животное, а любимым вообще животным является иерусалимский ослик. Иерусалимский он называется почему? У него на спине всегда белый крест. Вот это даже есть предание, что Иисус именно на такого рода ослики вошел в Иерусалим. И каждый здесь присутствующий не просто разрисовывает, а вкладывает часть своего сердца, души, памяти. И, наверное, все же какой-то благодетель определенный. Деньги с продажи расписанных осликов организаторы акции передадут фонд доктора Лизы «Справедливая помощь». Наверное, это правильно, что Елизавета все-таки продолжает жить, когда ее дела продолжаются. Так что в той миле, что это поддержка фонда, это впрямую в памяти Елизаветы и в вечной памяти. В настоящее время все жители Красногорского района все услуги Государственной службы занятости могут получить на базе МФЦ. Самые популярные из них такие, как содействие гражданам в поиске подходящей работы, информирование о положении на рынке труда в Московской области и в Красногорском районе, организация проведения общественных работ, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18, свободное от учебы время, социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, психологическая поддержка безработных граждан, содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства, организация профессиональной ориентации и другие услуги, которые Центр занятости оказывает на месте. ИФНС по городскому округу напоминает о льготах для физических лиц. Послабление сегодня существует при оплате налогов на землю, имущество или транспортное средство. По налогу на имущество и налогу на землю льготами пользуются такие категории налогоплательщиков, как пенсионеры, инвалиды первой и второй степени, по налогу на землю это еще многодетные семьи в нашем районе. Льготу в отношении имущества физического лица можно заявить в отношении одного объекта, одного вида собственности на территории РФ. То есть, если у вас есть две квартиры, либо два жилых дома, два гаража, льготу будет предоставлено тот объект, налог по которому будет выше. По налогу на землю льгота предоставляется на один участок, предоставляется в размере 50% всем пенсионерам, есть отдельные льготы для пенсионеров, постоянно прописанных в поселении, инвалидам первой и второй группы предоставляют 100% льготы на один земельный участок. Льготы по транспортному налогу устанавливаются законом Московской области, они предоставляются большинству категорий на машину до 150 лошадиных сил, а многодетным семьям предоставляется льгота на машину до 250 лошадиных сил. Льготы носят заявительный характер, потому всем, кому они полагаются, следует посетить налоговую скопию документов, подтверждающих право на данную привилегию. Также при оформлении можно пользоваться личным кабинетом на сайте ИФНС. Подать заявление можно в любой день. Инспекция работает в том числе и по субботам, в первую-третью субботу месяца, в любой рабочий день можно обратиться с заявлением. Также хотелось бы обратить внимание налогоплательщиков на возможность открыть интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика», в котором отражены все сведения о принадлежащем налогоплательщику имуществе на территории Российской Федерации. Также туда приходят все документы в электронном виде направляемой инспекцией, то есть налоговое уведомление, требования, письма, разъяснения. Можно вести переписку с налоговой инспекцией.